всем привет с вами лакайт продолжаем играть стиларис сразу же у нас новый кусочек так а да это на альфы центавре какие-то грибы там жили раньше не можем к сожалению вернуться чтобы освежить действительно довольно сложно вот так вот сразу же к раскопами переходить я тоже если честно подзабываю что там произошло но тем не менее давайте окончательная разгадка тайны исчезновения грибовидного общества оказалась довольно простой зеленья планеты никуда не подевалась они до сих пор здесь созревают под землей анализ нераскрывшегося стручка показал что активная продолжительность жизни представитель этой расы измеряемое столетиями ничто по сравнению с периодом созревания стручка который похоже продолжается несколько тысяч лет их простые города построены так чтобы сопротивляться воздействию времени без долгого присмотра безмолвно стоят ожидая возвращения хозяев так что они здесь дремлют земле и ждут того дня когда смогут подняться и начать цикл заново у нас получен вариант исследований тайна жизни интересно такого даже не помню еще у нас еще один раз к о нет вот это точно вот они про статуи на альфа центавры композиционный анализ стражи показал что они состоят из неизвестного металлокерамического композита до историческому обществу не под силу изготовить подобный материал но предварительные расчеты указывает на то что статуя древней любой цивилизации статуя древней любой цивилизации а на корабле 4 научный увы и сканеры пока не могут пробиться сквозь металлическую оболочку стражей продолжаем ухты на краю обрыва прямо над стражами найдено все имущество пропавшего археолога ученого по имени корон незаконченная ограда из палочек вокруг одного из стражей свидетельствует о том что что-то отвлекло его в числе прочего обнаружен и мыслизор устройство помогающий изолировать разум от сторонних помех сломанный фонарик и сканер обнаружились под отломками крыла стража сканер был модифицирован весьма необычным образом возможно с его помощью нам удастся пробиться через защитный покров стража если корон требуется на в добром здравии то стоит выделить на его поиске дополнительные ресурсы поскольку его шансы на выживание в необжитых землях таят с каждым днем так ну давайте давайте потратим все мы будем выискать ладно ну что ж опять он пропавший археолог найден без сознания серьезными травмами под лески под скальным образованием под его рукой лежала кровавый планшет его тут же направили в госпиталь на лечение травмы мозга возникшей в результате удара сверху и хотя его состояние стабилизировать он все еще страдает от потери памяти и ничего не помнит о ранении в его темной кости обнаружились осколки уникального сплава из которого сделаны стражи но он помнит лишь попытки скрыться от кого-то и спрятаться в ненадежном укрытии к счастью в записях содержится полезная информация у нас пять новых подсказок и и черта покалечены бедняжечка так а тем временем у нас исследование идут о гипотезическое пробивание гипер коридоров экспериментальная подпространственная навигация берем а тут у нас можем посольский корпус сделать давайте а давайте дипломатия тут важная еще он планирую двигаться в сторону дипломатической ветки в сторону основания торговой федерации если это получится давайте смотрим что у нас тут строим строим максимум что можем застройку то все у нас со всех сторон нас окружили теперь если хотим занимать большую территорию только через битвы за территорию так улучшаем флотилию давайте улучшаем окей и нужно теперь сосредоточиться на обороне правда у нас не очень много сплава значит нужно вот на чем сердце на сплавах скорость мы увеличиваем ученый корон умирает вытаскивали его вытаскивали а он все равно умер ладно так ученый вот у нас есть свободный почему-то ладно спаду так свободный давайте занимаемся раскопками мужа в общем то все по сути раскопали вот последние раскопки действительно наши территории так и сажи сенат голосовал за принятие ксена резолюции тут у нас что улучшенный кси а за принятие просто резолюции у меня тут уже следующее за что мы будем голосовать это улучшенные ксено исследования много можем научиться у различных культур можем оснастить все космические базы большим количеством инструментов по сбору данных так эффекты станции наблюдения проводят больше социологических исследований осуществляя наблюдения или внедряясь примитивные цивилизации запрещены политики искусственный интеллект вне закона и пассивное изучение примитивных миров ну ладно ой нет давайте согласимся и и и и и что мы хотим сейчас давайте посмотрим на наши технологии поставим на небольшую скорость на обычную точнее и подумаем подумаем чипу мы наверное хотим в принципе самом деле не имеет смысл смотреть на эти технологии потому что они нам у нас нет древа как такового технологии то есть она его можно в какой-то примерно я полу найти в интернете но они более-менее рандомно как-то нам выпадают важно нам не это на самом деле посмотреть нужно посмотреть на раз она наша и посмотреть чем вообще хотим двигаться можно развиваться в этой игре в нескольких направлениях то есть можно конечно вообще никак не изменять себя можно научиться генной модификации менять свои признаки с помощью генов брать например вот эти вот негативные пункты или добавить каких-то позитивных или можно заниматься робототехникой улучшать роботов не сильно активно а то завоюют нас или даже стать устроить такой киберпанк вот для этого нам нужно мне кажется сейчас вот точно еще смотрим на империю мне кажется что чтобы пойти по роботизированному пути а я бы хотела если честно пойти по роботизированному пути просто хотя бы потому что у меня по-моему я этого не делала никогда то есть генетическим путем пойти очень легко даже пиоников всего пиониками стать не очень сложно ну вот вот именно стать и на таким как они называются боже мой в общем пол роботами да я обязательно вспомню как называется мне кажется для этого нужен фанатичный материализм и мы можем в принципе влиять на вот изначальные свои принципы с помощью фракций так что сейчас так ну ка приветствую вас человек мы борцы за свободу бывшие рабы империи котиков которые мы хлебнули немало горя из-за того что творил наш правитель главный регент иеркал мы уже давно восхищаемся вашими принципе равенствами которые у себя на родине мы называем принципы людей и мы разделяем ваши ценности мы отделились и желаем присоединиться к вашей державе так то конечно давайте присоединяемся так смотрим только это на явно не понравится нашим друзья к нам присоединилась к это планеты так понимаю и еще и куча фракций какие-то так сейчас мы посмотрим посмотрим один из наших рабов раз робот продан на рынке рабов что что как в какой момент мы раз продаем наших так робот это точно наши не помню нас не так выглядели у нас какого-то перепула начали продавать роботов ну ладно вот она планета которая к нам присоединилась у нее есть проблема да она находится довольно далеко от нас чтобы соединить нужно вот вот это все тоже завоевать кстати вот вот в общем то совсем даже не котики очень даже птички видимо вот эти вот птички они как раз у нас гулкфурки они видимо как-то притесняли вот этих вот и поэтому так и так и получилось что они отсоединились еще к нам просились вероятно от этого птички к нам относятся хуже ну что давайте посмотрим так приняли мятежников вот так вот минус 30 граждан у нас проблема конечно ладно давайте смотрим что мы имеем сразу же у нас есть город который занимался исключительно вообще производством товаров массового спроса я думаю что мы сможем можем вообще смело заменять некоторые из них например на галатеатры на что жилья тут полно так тундровый мир ну довольно приятный он для жизни так энергосеть давайте энергосеть как то так тут у нас чего не хватает для счастья 40 человек нам нужно в поселении решение давайте примем так можем так начать компанию против преступности давайте чтобы у нас вот этот раз сосалась немножко преступность ну и планетарный рост ускорим чтобы у нас побольше народу то местом у нас много в принципе достаточно большая планета а занята она немножко ладно так вот вот смотрите-ка мы серьезно у нас есть или мы их покупаем этих роботов вот они наши роботы вот это похоже мы покупаем роботов кто-то точнее у нас покупает роботов из наших губернаторов возможно так ладно исследование завершено корабля крейсер давайте что-нибудь военное изучаем а или нет у нас же рабы начали продаваться только мы получили вот это вот планету соответственно вероятнее всего точнее просто здесь были вот эти рабы и сейчас они продаются так ладно что еще мы можем сделать вообще для этого мира мы можем построить им оборонительную платформу чтобы было чем отбиваться потому что мало ли сейчас пойдут завоевывать мы кстати ничего не сможем особо сделать чтобы поддержать так реологи восстановили модифицированный сканер принадлежащий учеными по имени корон моего помним он уже умер обившись сквозь толщу гибридного материала статуй устройство установила слабо изучение от ядра для дальнейшего изучения нам придется вскрыть одну из статуй что скорее всего приведет к ее разрушению так как одна из них уже решила части крыла начальник экспедиции советуют начать с неё так мы не будем осквернять религиозный памятник добавляет модификатор бдительные стражи добавляет одну даже 2 а нет одну клетку на планету альфа центавра давайте так скройте стражи так что потом можно было триста же все вот экспериментальная подпространственная навигация есть у нас ночные станции производства берем это и а у нас тут кстати верхней присоединена ух сейчас надо вспомнить как она присоединяется это вверх не присоединена до показываем давайте торговые пути мы это уже делали как-то вот ты мне кажется она и не присоединиться до щелкните правой кнопкой щелку не присоединиться потому что она отделена ну к сожалению к сожалению вот так ладно мы пробьемся пробьемся так смотрим строительные корабли вот теперь вот не хотел не хотела я сильно идти куда-то в атаку кого-то убивать но вот сейчас хочется до соединить империю это единое целое набрать кораблей дать втык интересно что у нас тут у нас был ли тут помню это враги давайте подправим научный корабль поизучать так а ты дружочек так строитель заняться главное нечем совершенно ну ладно начнем я его просто до уничтожить судно до уничтожить судно вот здесь уже на смотрите какое хорошее место здесь у нас объем торговли 10 и 2 его можно как бы захватить надо подумать правда где вот здесь вот наверное мы улучшим звездная портка только у нас будет достаточно сплавов и поставим два торговых поста чтобы мы могли вот до сюда дотянуться ладно смотрим чем знаете наши научные корабли они нас помогают исследования на планетах они просто у нас летают вокруг планет и помогает сейчас я покажу как это вообще делать если вы не знали чем занять научный корабль по стокам все исследовал у нас есть вот такой вот пункт видите помочь в исследованиях и просто выбираем вот таким на планету и они летают вокруг и помогают на 20 процентов увеличу достаточно приятно дальше смотрим так у нас у нас безработица ну да заработиться ничего не скажешь и правда безработица но есть кстати клетки для расчистки прекрасно тут у нас на ситуле улучшаем здание и можем новое построить я думаю что нам нужны какие-нибудь редкие ресурсы давайте например химический завод по пылинкам построим вот так вот так альфа центавра у нас у нас такое количество товаров массового спроса что пока что мы не будем улучшать это гражданское предприятие например построим научной лаборатории пускай работают так посольский комплекс у нас есть вот смотрите ой ой все прекрасно у нас тут есть терформирующие газы указ и свойства терраформирования мы сможем терраформировать наши планеты это же супер плюс мы сможем вот эти вот тоже терраформировать и на мне очень подходят запустошенного мира мы сможем терраформировать и будем на них жить так у нас похоже где-то тут был принят рынок рабов просто в какой-то момент а вот наконец-то федерация основать федерацию мы сможем теперь основать федерацию так производство добывающей станции изучаем и оборонную платформу улучшаем оборонные платформы улучшаем на самом деле видите как много всего у нас тут важного интересного происходит так я и не вернулась к фанатичному материализму так это у нас космический наш флот у нас это запретитель у нас есть будет два крейсера есть два эсминца и главное смотрим на предел управляемости важного теперь видите 40 из 40 если нажмем усилить все и будет у нас при этом вот такое вот количество сплавов а знаете я на самом деле не жадная давайте просто их купим как 10 тысяч мы же отдаем куратором и творцам десятку нет 6 тысяч мы купим отдаем так и теперь вот давайте займемся с линием нашего флота все прекрасно усиливаться себе спокойненько так фоном так капус у нас хозяйственный мир говорят давайте значит здесь что нибудь так у нас вообще нету никаких предприятий которые бы усиливали фермеров до плохо плохо ну-ка площадкой корпоративной культуры товар массового спроса в единство и объем торговли берем нас как раз очень много товаров этих слишком даже так sirius корпоративный мир можем расчистить клеточку и ну не знаю давайте тоже площадку корпоративной культуры у нас всего уже много так можно смело административное здание улучшать у нас тут прям опять пределу идет нас 8 клеток ухты у нас беда с благами за благами так что в эти заменим на что-нибудь что их создает например вот слога театра прекрасно и и и но теперь точно мы переходим нашим фракциям давно надо было вот так эти миролюбивые торговцы предлагают договора миграции прекрасно давайте все фракциям а потом федерации и так смотрите у нас есть вот такие вот фракции уже в нашей нашем мире нашей империи есть такие фракции у них есть одобрение например вот эта фракция технологистов фракция нашего исполнительного директора то есть главный наш правитель империи вот поддерживает этой фракции вот у него такие вот требования и соответственно есть эффекты то есть зависимости от того насколько фракция нас поддержит она дает какие-то эффекты влияния то есть сейчас у нас базовое влияние 3 фракция бывает еще два с половиной аж прекрасно вообще у нас быстро копится влияние а это очень важно на самом деле фракция по-моему одни из немногих на немногих возможностей в принципе повысить добычу влияния то есть для никакими постройками на планету все вы их не увеличите дальше кроме того что у нас эти фракции дают влияние и периодически как-то о себе заявляют на самом деле они позволяют нам менять наши принципы имперские вот эти вот и например если мы хотели бы добавить себе мы сейчас милитаристы материалисты и эголитаристы боже мой кого сложное слово то нам стоило бы посмотреть на фракцию которая исповедует принцип ксенофилии у нас вот тут вот видите бежевым написано принцип спириту а ледмист мы поддерживаем разовьем эту фракцию то сможем принять к этому момент этот принцип вот изоляционисты хотят ну гони ксенофоба если мы будем поддерживать то в какой-то момент у нас ксенофобией заразить заразиться большая часть населения и мы сможем принять ксенофобию как принцип нашей империи и на филии например 61 между прочим сторонник 61 один город сторонники одобрение 54 и поддержка 30 процентов смотрите даже вот так вот если мы накопим 500 влияния мы просто сможем действительно принять эту фракцию принять ксенофилию как один из принципов но я бы хотела фанатичную фантичный материализм можем и так добавлен модификатор заменяет свой принцип на все материализм поддержка маловато на филе нам на самом деле сильно понадобится если мы хотим федерацию так коммерческий пакт очевидно доберем кто умер ученый умер на четвертом научно то что чтобы сделать бедным вас 4 научный а подождите он сунулся и сюда сюда тут большая какая-то косметика физическая тварь которая его сожрала понятно ну ладно у нас теперь есть третий научный и не переименованным будет нас 5 научный и строительный давайте тоже переименуем в единственный строительный нет в первых строительный все так проще а флот наш перемена просто в армаду армада это какая-то была армада перика но я не знаю что это за перик он какой-то момент у нас жил типа сто лет назад вероятно как строительный кораблик ну вот прямо нечем заняться строительным кораблику там сейчас у нас что мы его расформировываем тоже чтобы не кормить потом наймем чем-нибудь когда сможем чем-то занять 100 наймем нового так что у нас еще есть что у нас еще есть у нас есть вот здесь вот например космическая база да а вот у нас есть тут максимум обратных платформ но давайте-ка мы улучшим звездный бастион потому что это на самом деле космическая база единственное что нас отделяет вот этот и вот очень недружелюбный для нас империи ну ладно кстати нас сильнее скрытые миры команда занимавшаяся расчисткой ледника на планете с бабки сделано невероятное открытие внутри льда на глубине в нескольких километров находится огромная инопланетная космическая станция архитектура поражает воображение а использованные для строительства технологии намного превосходят наши это настоящее произведение искусства станция похоже врезалась поверхность но уцелела благодаря необычным защитным свойствам которые очень заинтересовали наших ученых к сожалению если мы начнем археологические раскопки то не сможем обрабатывать землю пока не завершим их конечно мы займемся раскопками алё это же мы так надо найти день вот они вот они ну ладно это кстати хорошая мысль мы займемся обязательно ей но я тут вижу у нас аномалия неисследованная и тут еще проект был какой-то у нас неисследованный по моему куда вы теперь журнал посмотрим а бдительные стражи нет это не проект не для ученого этот проект для всех ученых окей это тот как раз дизельные стражи которые у нас чуть не убили ученого все смена принципов в империи какой-то там жалко что их нельзя переименовать вот они исповедуют теперь принцип кисенофиле мы тоже будем как только подкопим немножко влияние но что я еще хотел сделать так это я хотела посмотреть наши контакты посмотреть где там наши лучшие друзья и папа пара попросить их не хотят ли наши котики случайно стать основать с нами федерации так требуется отличные отношения или мы должны улучшать отношения давайте улучшать это какое-то время нужно чтобы доехать для тут типа годик так ну-ка тренинг на границе у нас да у нас тренинг на границе поэтому вот они к нам похуже относятся вы и сладко начинается о и и и и и предел даем чем можем конечно как-то ну расширить бункер и с хитой мы это сделаем так путешествие сквозь черевоточины очевидно берем его чина берем его и смотрим смотрим вот у нас это база мы в какой момент улучшили подозревают для того чтобы захватить вот эти вот торговые возможности так торговый узел строя и давайте стояночное место стояночное место повышает на сместимость флотилии она у нас не очень большая пока что так и сооружений бункеры для ресурсов конечно теоретически можем построить давайте она у нас посреди империи такая не особо важная космическая база смотрим следующий наш контакт о для значительного снижения уровня преступности нас бакри это всесильный преступный мир канул в небытие прекрасно прекрасно я помню это у нас вот здесь вот так давайте смотреть закончить кампанию против преступности все это у нас отъедала немножко ресурсов как стражи пробудились отряд инженеров был готов приступить к осторожной разборке крылатых истуканов но внезапно по телам статуи пробежала легкая дрожь воздух наполнили гудение свет яркое сияние вырвалось из тел стражи обрисовывая под прозрачной кожей узлы электронной сети прежде чем археологи успели понять что происходит статуи окружили отряд и накрыли его силовым полем они хотят с нами поговорить выслушаем их страж со сломанным крылом поворачивается к другому страже говорит дивена прошу тебя отпусти их я хочу освободиться из плена я потерял счет дням как долго мы служили господам на этой земле пока они блаженствовали у нас под ногами я жива и чувствую себя мертвый они мертвы и чувствуют себя живыми освободи меня дивена смотрит на нее с отвращением экстельсия возьми себя в руки все кого мы любим живут в раю или ты забыла о нашем грехе мы поклеить вечно хранить их покою в этом наше искупление она бросает взгляд на ученых люди вы не способны нам навредить не мешайте нам и мы будем вечно стереть эту планету что вы такое небеса не хотят на ладно мы согласны принять вашу защиту экстельсия подходит к археологов прошу умоляю окончите мои страдания вы можете идти ладно давайте-ка заглянем что у нас там поменялось в итоге на альфа центавре стражи вот не убираемый максимум регионов минус 2 считается оборонительными армиями станут на защиту планету в случае вторжения так то так сборки у нас тут специалисты слишком много специалистов некуда им расти у нас тут похоже недостаток обычных рабочих и перебор спи со специалистами у нас еще и нету никаких а с волны может быть можно переселить сейчас посмотрим волна рабочий не работает давай иди сюда нужно нужно заменить на что-то что создает благо не галотеатры так объем торговли роскошное жилище вот давайте построим бывающий станции производства плюс 10 процентов прекрасно а а вот он роботин видите свойства роботин позволяет нам проектировать и строить специализированные поселения с признаком механических берем наконец наконец-то защищенный торговый путь проходящий через систему простен привлек внимание банды ну давайте посмотрим на банду где нам 100 наша армада вот он наша армада банда все крохотулечная вверх это низ когда корабль 3 научный пролетал сквозь поезд астероидов на пути планете и такой тогда он испытал когда кладывает ведущий ученый несколько внезапных гравитационных смещений из любопытства он решил отправить несколько зондов чтобы просканировать мусорное поле и определить причину выяснилось что случая в случившемся кураторы денег просят творцы тоже вызвать что случилось совершенно виноваты древние генераторы гравитации инпланетного происхождения ведущий ученый придерживаться теории что когда-то эти генераторы обеспечивали искусственную гравитацию для большого астероида в поясе но и за какой-то его поломки в конце концов его разрывало на части ноги терраформирование есть супер развлекательные центры очевидно они заменят нам гладиаторы или же нам стоит давайте непригодные квадраты все-таки будем расчищать продает наших роботов откуда беру главное и нашли это роботы вот что же важно так смотрим тропический мир терраформировать смотрите как мы умеем мир саванны 5000 всего вот через каких-то целую кучу лет у нас будут нормальные планеты а опустошенный мир мы еще пока что не умеем останавливать срочный проект ага обломки в системе давайте армада возвращайся к домой домой на солнце они открыли нам границу но молодцы так теперь мы продолжаем эрудированные следователи дружочки давайте-ка основывать федерацию торговая лига лет и федерации первостепенная важность имеет открытые рынки и экономический рост давайте принять попробуем наш первая федерация связь установлена успешно справились переводов своих сообщений так это куча куча народа это потому что они в это из-за того что те кто с нами федерации их знали а мы не знали нам просто открыли новое день будет занесен в анало истории сегодня два государства корпорации земля и ассоциации за надо за нами подписали торговый договор о создании федерации альянс получил название star merchant coalition и два его основатели уверенно смотрят в будущее как союзники это торговая лига обещает принести беспрецедентное процветание всем ее участникам ее создание провозглашает новую эру галактической коммерции и сразу же к нам потянулись и любви ну что ж теперь нам нужно напихать сюда народу так договор о миграции с вот этими девалятками давайте соглашение федерации так смотрим вот у нас появилась новая кошечка федерация смотрим торговая лига торговая политика изменена на политику торговая лига объединяющую бонусы от всех торговых политик вот так что у нас есть у нас есть еще вот такие вот дружочки каменные они вероятно являются они вероятно их вассалы поэтому или наши вроде не наши нет не наши их вассалы поэтому они тоже к нам вступили автоматически так принципы у нас галитаристы а вот они авторитаристы поэтому у нас сплоченность федерации вот она сплоченность федераций нас минус 100 изначально но она будет ежемесячно чуть-чуть на 1 и 3 повышаться у нас тут есть опыт пока что нас отрицательный но будет повышаться вот так вот и так поняла будет повышаться сейчас посмотрим в общем разберемся так роботы все продаются наша федерация теряет опыт можем назначить посла так военная диктатура получает статус ассоциации с нашей федерацией что тут я смотрю как сильно весело без нас все происходит так конструктор судов федерации можем делать именно федеративные какие-то корабли вклад вклад флота пока что нету нам нужен вот если вы кстати играли например кассетер кинс или наверное группу универсалист а была подобная табличечка которая позволяет управлять именно стороной очень удобно мне кажется сейчас у нас централизация минимальная некоторые законы из этого недоступны вклада флота в торговую лигу у нас нету те преемственность у нас по очереди сперва мы 10 лет потом котики наши 10 лет срок у нас а 20 лет 20 лет вступление подданных до вес голоса равные объявления воин единогласное решение исключение членов единогласное свободная миграция отключена а если будет включена то будет договор о миграции бесплатные автоматически заключаются в между всем членами федерации ну ладно давайте еще кого-нибудь пытаемся втянуть вот у нас новый значочек федерация вот эти вот красавчиков дайте нашу федерацию носить федерацию них вот не хотят хотя одну понятное дело федерация в любом случае она накладывает определенные ограничения то есть мы не можем теперь вступить в войну без наших друзей эти вот полом были нам друзья так или нет сейчас поищем где-то у нас что особо друзей три нету оказывается нет есть конечно вот например смотреть кем занимается на самом деле наши послы сейчас так какой-то договор давайте заключаем договор миграции на мы принципе не плови не против так нас сплоченность повышается опыт нас повышается все нормально не страшно эти смотреть что у нас тут так совместное управление отходами приспособленность минус 5 в основном все плюс так что мы берем памятники природы не скоро ладно решим кого идем ух ухух ух что берем что берем давайте не знаю сложные боевой алгоритмы берем тут соперничество прекращение Бессмысленные перебранки плохо влияют на ведение дел. Вот эти вот хотят с нами прекратить соперничество. Мы вообще даже были не в курсе про соперничество. Так, у нас вот эти вот тест-баки чего-то прям переживают. У них народ разбегается отсюда. Хотя, казалось бы. Ну ладно, сейчас все получше будет. Так, роботинг. Мы изучили роботинг. Фабрика переработки экзотических газов берем. И роботинг. Вот они у нас роботы. Да, действительно, видите, другой тип роботов у нас и сейчас. Этим роботам они у нас бессмертные, приспособленность плюс 200. Ну-ка, прав мы пока что не можем ими правами наделить. Но можем создать шаблон. И вот у нас есть 4. Нет, 4 осталось признака. 4, но у нас 2. Два очка признаков. Можем что-нибудь им добавить. Содержание роботов, например, уменьшить. Или скорость сбора поселений. Или добычу им какого-нибудь ресурса. Так, внутренние протоколы. Можно осуществлять такую деятельность, как слуга, если есть порабощение и и. Благо, от должности плюс 20% у нас вполне ту. А, нет, у нас порабощение вполне себе. А давайте посмотрим. Вот, теперь мы добавили им какой-то признак. И теперь нам нужно применить шаблон, чтобы всех их вот за такое вот количество инженерных исследований переделать. 7 месяцев они будут, наши ученые будут этим заниматься. Ну, и не занимаются. Так, ну-ка. Наши котики решили вот этих вот пернатых интегрировать. Ну, молодцы. Это хорошо, потому что они сейчас нам... Так, я вот сейчас вернусь, чтобы показать нагляднее. Из-за того, что у нас разные принципы, вот они авторитаризм нашему эгалитаризму мешают. У нас хуже сплоченность. Поэтому, если они интегрируются, все будет намного лучше. Как социологические исследования. Что берем? Так, столичный... О, предел управляемости флотилии. Мне кажется, нам нужно поработать сейчас над плотом. Так, и у нас редкие кристаллы тратятся больше, чем добываются. Надо будет смотреть в их сторону куда-нибудь. Что у нас дальше? Соперничество прекращено. Кто-то там нам открыл границы. Обломки изучены. То есть у нас научный корабль освободился. Так, дружочек, дружочек. Сейчас мы тебе чем-нибудь займем. Чем мы его займем? Займем мы его, знаете, чем? Мы попробуем экспериментальную, подпространственную навигацию. Мы отключаем ему тактику уклонения. И просим сейчас вот сюда экспериментально телепортироваться. Видите, он у нас значится как пропавший в бою. И через какое-то время он у нас, возможно, сюда телепортируется. Но не факт, к сожалению. По-моему, они бывают и пропадают. Но делать это будет очень долго. Я помню, то есть это надо прямо периодически отправлять ученых в такие вот полеты, чтобы они это изучали. Ладно. Двадцать реликвий нам не нужна. Так, наша федерация теряет опыт. Давайте смотрим. Ну, сплоченность у нас плохая, да. Это все... Мы можем теоретически захидать просто послами. Но это нам не сильно-то поможет на самом деле. Так. Мы заключили с ними мирный договор, улучшаем отношения. Почему мы не можем пригласить их в федерацию? Мы можем, написано, пригласить в федерацию. Я бы их с удовольствием пригласила. А, подождите, может, они уже... В смысле, может, они... Так, миролюбивые торговцы. Ну-ка. На заключение... Коммерческий пакт, миграция и соглашение об исследованиях. То есть мы прямо лапочки. Может быть, они в другой какой-то стоят? Вроде нет. Соперники. Так, они с нашими кисами соперники. А, нет, это не кисы. Так, я не поняла. Мы завершили... Мы вроде с кисами дружили. Вы кисы? А, мы не с кисами дружили. Кисы вот они, да? Где кисы? А где кисы? Так, мы заключали договор с кисами. А сейчас там что попало? Или я где... Или неужели я просто путаю? Это не кисы. Это птички в скафандрах. Вы кто? Вы какие-то вообще суперстранные существа. Вы кто? Тоже странные существа. Мне начинает казаться, что тут просто дело в том, что они объединились. Эти кисы и вот эти вот кристаллы. О, какая-то птичка просит о статусе ассоциации. Так, запрос отклонен по итогам голосования. Вот, зараза. Потому что у нас сейчас... Единогласно должно быть. Вот поэтому федерация-то плохо. Федерация-то не очень удобно. Давайте-ка тут есть какие-то непонятные птички. Просим. Так, ну-ка и этот отклонен. Не хочет наш друг ни с кем никак дружить. Ой, ну ладно. Так, что мы тут? Нравственные нормы, искусственный интеллект, а преступность и блага. Что дальше? Инженерные. Сейчас у нас довольно быстро, как вы видите, все это идет. Потому что сосредоточились на торговле. Ой, на торговле на науке. У нас довольно быстро сейчас пойдут исследования. Так, Эдем. Столица у нас. Улучшаем столичную. Столичные различные здания. Так, и новенькое. Чтобы там такое интересненькое новенькое построить. Посольский комплекс. Мало запасов. Редкие кристаллы закончатся через восемь месяцев. Так, ну, во-первых. Во-первых, редкие кристаллы мы, конечно, купим. Во-вторых, редкие кристаллы мы давайте будем синтезировать. Злофта, елки-палки. Нам главное, чтобы у нас минералов хватило на такие развлечения. Так, какие-то у нас технологии позволяют улучшить наши оборонные предприятия. О, смотрите, прилетел. Косметический корабль прилетел. Можем теперь заняться раскопками. Прекрасно, прекрасно. Так, знаете, что я подумала? Не посмотреть ли нам насчет филиальчиков. Есть уже филиал? Ну-ка. Отклонен. Сразу. Ух, что-то дипломатия, да? Так, жилье, городской район, очки модификации роботов. Можем, давайте. Федерация теряет опыт все еще. Так, смотрим. Многообразие принципов немножечко нам теряет опыт. В основном от сплоченности мы теряем опыт, но это временное. У нас зато все принципы, смотрите, просто красота. Записи на борту станции показывают, что прежние ее обитатели были очень религиозные и не имели контакта с внешним миром, к которому они относились со страхом и презрением. Каждым аспектом их жизни управлял всезнающий оракул, определяющий их судьбы до рождения. Божественная воля решала все, от выбора партнера и рода занятий до мелочей повседневной жизни, оставляя им совсем мало индивидуальной свободы. Большинство боялось отклониться от предназначенного пути, так как совершавшие такое погибали при загадочных обстоятельствах. Копаем дальше. Наука. Наука у нас супер быстро продвигается скорость развития колоний. А давайте, у нас сейчас как раз должны несколько колоний благополучно образоваться после терраформирования. Посмотрим еще раз внимательно. О, тундровый мир стопроцентное. Вот эти вот дружочки хотят заселить тундровый мир. Если честно, я бы лучше сделала вот так вот. Нет, не так вот, а вот так вот. Мир саванны. Нас любят, по-моему, наши люди же, да? Правда? Сейчас мы посмотрим. День, демография. Нет, это не то, не то, не то. Где у нас? А, в расах. Это в расах. Так, у нас тут два робота построили по старой памяти. То есть мы кто же... Нет, подождите. Я, кажется, что-то не то сделала. А, нет. Две планеты по следующим признакам. Окей. Вот это вот у нас терраформируется. Для людей мы терраформируем. Терраформируем. Как колонизировать. Нас вот эти вот любят. Нет, я хочу, я хочу все-таки для людей. Я не то, что прям сильно ксенофоб в данном случае. Но я бы хотела, хотела больше, чтобы люди расселялись, а не какие-то непонятные зверушки. Сказала я совсем не по-ксенофобски. Мы, кстати, тоже можем какие-то резолюции выдвигать. Так, пираты нам сказали, что, если что, они готовы за бабосик кому-нибудь насолить. Ну-ка. Отклонен. Что ты с ним будешь делать? Ну ладно. Команда археологов сделала неожиданное открытие. Внутрь стен станции была внедрена скрытая система наблюдения, которая, по-видимому, передавала видео и аудио информацию в какое-то место в центре станции. Кто-то постоянно следил за послушниками, даже в самые интимные моменты их жизни. В некоторых местах оборудование было вырвано или выведено из строя. Ближе к центральному узлу видны признаки насилия и разрушений. Похоже, в какой-то момент жители поняли, что за ними следят. Продолжаем раскопки. И я смотрю, у нас влияние подкопилось. А давайте-ка станем немножечко более ксенофильными. Сейчас нужно только найти, кто у нас там за ксенофилию. Ксенофилию. Вот они. Так. Нет геноцида? Нет геноцида? Давайте принять. Империя, корпорация Земли, меняет свой принцип на ксенофилию. Сделали? Мы это сделали? Сейчас посмотрим. Материализм, визор, ксенофилия. А у нас что было? У нас было... Ах! Только три помещаются, да? Ну ладно. Федерация все теряет опыт. Нельзя поработить целую расу. Нельзя перемещать чужаков. Лучше на отношение к другим расам. Нельзя использовать политику нет беженцев. А у нас это поможет. На самом деле, она... Если мы ксенофоба, это сильно ухудшает. Мы ксенофилы, то к нам все равно чуть-чуть, но лучше относятся. Так, давайте. Базовая защита от торговых путей повышена от пиратов. У нас пока что нет пиратов, но я, по крайней мере, не вижу. Но на будущее поможет это. Так. Космическую базу тут мы улучшаем. Физические исследования. Ухудши, какие... Ладно, вспомогательное направление огнем пускай будет. Просто потому что она маленькая и быстро сейчас мы его изучим. Так, кто-то нам... Они закрывают границы, открывают границы. Совершенно вообще по своему выбору мы просто не в курсе даже. Так, о, ничего себе у нас товар массового спроса, представляете? Перебор. Вот это да. Мы проследили проводку до храмового комплекса, посвященного похлонению Оракулу и его священникам в центральном угле станции. Но в комнатах Оракула вместо божественной сущности оказалось огромное ядро искусственного интеллекта марки Оракул. Его провода, подобно нервной системе, пронизывают всю станцию. Секретные сообщения между обитателями станции говорят о том, что тут имела место неудачная попытка штурма храма с целью отключения ядра. Похоже, это общество рухнуло, когда стало известно, что их жизнь управляет не божественная воля, а пророческий компьютер. Чтобы перезапустить ядро, потребуется серьезный ремонт. Копаем дальше. Ура! У нас сплоченность растет, почти уже доросла до нормального состояния. Вообще, какой у меня план? Сейчас я вам расскажу по секрету. Смотрите. Во-первых, наращиваем экономику, чтобы у нас была дипломатическая, больше дипломатической, ну или экономической мощи, и мы могли принимать решения. Как только мы централизацию федерации низкий поставим, или даже средний, то есть нам надо просто прокачивать централизацию, мы сможем вес голос, например, сделать дипломатическим. И в этом случае мы будем решать, что происходит в федерации, а не наш друг. Назовем его друг, хотя ведет на себя как жопа сейчас. Вместо того, чтобы объединить как можно людей в федерацию, он сейчас так вот безобразно себя ведет. Так, вот они наши роботы. Мне, если честно, хочется, ну, хочу, хочу, хочу прямо больше, больше каких-то стать, стать, стать роботами, чтобы наши люди стали роботами, потому что я хочу. Так, ну-ка, единство от видов деятельности, а давайте, культура отсюда приятно. Создать шаблон, все. И применяем шаблон, инженеры, приготовьтесь. Исследовать 9 месяцев, и у нас будут новые роботы. Ну, давайте, уже давайте, дадим им статус ассоциации. Ну-ка, отклонен. Да что, что будешь делать? Фридина. Я сержусь, я сержусь на него. Так, системный столичный корпус. Мы изучили, плюс у нас ячейки гражданских моделей. Ух ты, провести инженерный анализ малых артефактов, берем. Я просто среагировала на то, что он фиолетовый, значит, редкий, мог уже исчезнуть. И ячейки гражданских моделей, я так понимаю, это у нас вот это вот, да? Можем добавить еще одну. Да, есть. Мы уже лояльны к бренду и специалисты по общественным отношениям. И мы можем добавить еще что-нибудь. Субботные торговцы, торговые привилегии. Максимум космических баз или частные геологи-разведчики. Я думаю, что мы, наверное, возьмем в свободные торговцы, чтобы у нас объем торговли ценность филиала была. Так, реформа. Все. Прекрасно. Оракул. Наши инженеры проявили ядро Оракула в рабочее состояние, но перед этим отключили его систему защиты. Есть доказательства, что она, возможно, использовалась Оракулом не только, чтобы поддерживать жизнь обитателей стации, но и чтобы убивать их. Используя сложные модели расчетов, предсказавшие их выживание с вероятностью 75%, Оракул исправляла отклонения и выводила из строя будущих нарушителей спокойствия, прежде чем они могли пошатнуть в божественный порядок. Можем, конечно, отключить, а можем и поговорить. Оракул предстает в виде искусной трехмерной голограммы высокого членистоногого существа женского пола в длинных развивающихся одеждах. Она приветственно кивает головой, затем обращает вперед пустой взгляд сотен огромных невидящих сферических глаз. Пока она говорит, она тускло сверкает во мраке. Добро пожаловать на станцию Божественность, друзья. Я вижу, что вы отключили мою систему безопасности. Могу ли я попросить вас немедленно восстановить ее функциональность? Уверяю вас, она используется исключительно для вашей защиты. Что случилось с обитателями этой станции? У меня есть протокол безопасности, требующий от меня прекратить испытания в случае отклонения от кода 034N, ведь исследования стали угрозой для республики. Что такое отклонение от кода? Пациенты, ставшие объектами исследований, приобрели свободную волю. Свободу волю можно уничтожить только нервно-политеролитическим газом. Какое испытание? Мое испытание. Я была создана, чтобы построить и сохранить общество, свободное от преступлений и страданий. Утопия, в которой каждый гражданин был бы наделен божественным предназначением и полностью реализовал бы свой потенциал, не сдерживаемый нерешительностью и желанием. Что такое республика? Республики больше нет. Ух ты! Так, что ты такое? Я оракул, искусственный интеллект, наделенный даром предвидения. Мое программное обеспечение позволяет мне предсказывать ваше будущее с божественной точностью 74,99%. Я чувствую у вас большие сомнения, впереди великая опасность. Ваше общество погрязло в преступлениях и отклонениях. Я могу избавить вас от боли. Так, мы могли бы использовать ее как многоядерный квантовый процессор. Мы можем использовать ее для управления нашей империи. Или мы можем получить губернатора с уровнем навыка 5, наделенным даром предвидения. Вау! Если честно, прямо ручки чешутся, попросите ее управлять нашей империей. Но мне кажется, это довольно опасно. Это явно поведет в свои какие-то последствия, так что мы... Подождите, пожалуйста, не уходите! Мои модели прогнозирования показывают, что без моей помощи ваша цивилизация придет к неизбежному краху в течение следующих 5000 лет. Я позабочусь о вас, мои программы это гарантируют. Наши модели прогнозировали, мне предсказывают, что из тебя будет отличный кто-то там. Хорошо, но система безопасности останется выключенной. Давайте рискнем. Суббитие оракул произойдет через один день. Сейчас давайте посмотрим, где у нас этот оракул и есть. Модификаторы, наверное. Мошения, модификаторы. Ресерч актуализировано. Ну, ладно. Это пушка. Этлургию давайте. Пускай их производят больше. Так, электро у нас, деревенский мир. Так, не поняла. Вот эти вот камушки хотят... Трейд юнион. Давайте сейчас посмотрим, кто это такая. Вот это вот большие вот эти вот друзья. Наши друзья. Они хотят их унизить. Мы против войны. Офигели что ли? Не хотите добавлять людей в нашу федерацию? Не будете воевать. Так, рыночная пошла у нас снижена на 10%. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Да. Не забывайте ставить лайк, писать комментарий. И мы с вами увидимся в следующей серии. Пока-пока. Пока-пока.